Сегодня в видео, господа, поговорим о неосознанных вещах, которые вы делаете, и они просто уничтожают вашу беседу. Первое, вы всегда хотите, чтобы последнее слово было за вами. Я сам в этом виновен. Почему? Потому что я хочу ощущать контроль. Я хочу, чтобы я выглядел умным. И скажу из своего личного опыта, эту привычку очень трудно изменить. Потому что, когда вы владелец компании или руководитель, вы всегда хотите что-то добавить в конце. Вы хотите выглядеть умным и держать все под контролем. Но проблема в том, только если вы не хотите стать диктатором, вы можете надавить на людей, и они не захотят высказываться, потому что будут знать, что вы всегда что-то скажете на это. И они прекращают делать свой вклад. И даже в семье, если есть какие-то трения, то появятся недоговоренности, потому что люди не хотят, чтобы им затыкали рот. Следующий пункт, вы всегда должны быть правым. Я тоже виноват в этом, потому что я считаю себя умным человеком. И когда я слышу что-то, с чем я не согласен, я хочу доказать всем, что они не правы. Я хочу изменить их точку зрения и всегда ввязываюсь в спор. Суть в том, что люди прямо каменеют в своих взглядах на вещи. Они становятся агрессивными, когда кто-то вторгается в их зону и говорит, что они не правы. Они просто прекращают слушать, даже если вы подкрепляете свои слова фактами. Очень часто наши решения не основаны на фактах, а на эмоциях. Так что, когда вы нападаете на кого-то и склоняете его к подчинению, вы поймете, что все, что произойдет, вы просто разойдетесь и ничего не изменится. Далее в списке, когда вы начинаете беседу, особенно разговор о себе, вы просто не можете остановиться и продолжаете и продолжаете говорить. Если во время беседы вы ловите себя на мысли, что последние 10 минут говорите только вы, вы доминируете в этой беседе. Да, вы можете быть великолепным оратором, забавным парнем и иметь целый карман историй. Но суть в том, что если в беседе только вы говорите, то это уже не беседа. Это, скорее всего, ваш монолог. Этого не должно случиться. Вам надо вовлекать других людей. Отличный собеседник находит способы, как вовлечь других людей, как задать им подходящий вопрос, выслушать человека и сделать их частью беседы. Следующий пункт, мы о нем начали говорить, но хочу выделить этот пункт отдельно. Вы не слушаете собеседника. Вы просто ждете своего шанса, чтобы говорить. Вы просто разрушаете беседу, когда вы просто врываетесь и начинаете вываливать свои мысли, которые никак не связаны с тем, что собеседник только что сказал. Если кто-то чувствует, что его не слушают, и это понятно, потому что вы говорите не по теме и просто игнорируете то, что человек вам говорил до этого, они просто закроются. Они подумают, что вы дурак. Они точно решат, что вы не обращаете внимания. Когда вы можете повторить сказанное, согласиться с чем-то или просто сказать, что вам нравится то, что только что человек вам сказал, даже если это политика или религия, вы можете найти общие точки соприкосновения. В один момент вы начинаете симпатизировать этому человеку. Ему хочется с вами общаться, и этот человек может открыться для вас и выслушать вашу точку зрения. Но если вы не слушаете, то человек не будет слушать вас, и вся эта беседа просто прекратит свое существование. Следующий способ уничтожить беседу – это перебивать, врываться, не извиняться, быковать и давить на людей. Потому что это как раз то, что вы делаете. Ну честно, никому не нравится такой человек. Эти люди ощущают себя главными. Я сам грешу этим. Особенно вы знаете, когда вы обладаете властью, когда вы владелец компании или главный директор. Но это просто угнетает других. Они, ну, просто закрываются и ничего не говорят. Другие же люди просто начнут повторять за вами ваши привычки и начнут давить на вас и на других людей в команде. Я видел такое в семьях, где все просто перебивали друг друга. Это плохие манеры. Ну, могу понять, когда вы очень эмоциональны по поводу чего-то. Особенно если вы врываетесь в разговор, чтобы поддержать кого-то. Я полностью согласен с тобой по этому поводу. Я помню, как ты сделал это. Вы таким образом подсвечиваете собеседника в выигрышном свете. Это положительное прерывание. Еще нормально перебивать, если вы ограничены во времени. Если человек говорил 10 минут, а у вас осталось 2 наобщения, а вам надо обсудить важный момент, то перебивать тут вполне уместно. Знаешь, у нас осталось всего 2 минуты, я хочу сказать вот что. Далее давайте поговорим об энергетическом вампиризме. Вы это чувствуете? Я высасываю все. О, ребята, у вас должен быть запал в разговоре. Я не говорил, что вам надо быть Антонио и жестикулировать. Но вы должны быть вовлеченным, и лучшая беседа полна энергии. Иногда она может быть более спокойной. Иногда вы захотите привнести побольше. Это все зависит от вашего решения. Главное, не будьте этим энергетическим вампиром. У нас часто бывают разговоры с людьми, которые нам близки, которые не очень-то и хотят с нами говорить. Они просто хотят излить душу. Ох, у меня был тяжелый день. Или может кто-то их обидел, и они просто хотят вам пожаловаться. Боже, не могу поверить, что они это сделали. Самое худшее, что вы можете сделать, это согласиться с этим человеком. Конечно, вы можете согласиться с тем, что они сказали вашему партнеру. Но, как говорится, счастливая жена – это счастливая жизнь. Просто не соглашайтесь с этим человеком, потому что вам не симпатизирует причина, по которой они так говорят. Им только этого и надо. Они могут быть неправы. В таком случае дайте им поддержку. Это может быть ваш лучший друг, которого уволили с работы. И это уже третий раз за месяц. И понятное дело, что проблема тут в другом. Но он звонит вам, потому что ему надо с кем-то поговорить. Возможно, вам надо устроить этот серьезный разговор. Но в этот раз не по телефону. Заедьте к нему. Поговорите с ним с глазу на глаз. Покажите на примере, как все устроено. Суть в том, что людям иногда просто нужна поддержка. И если они пришли к вам за ней, не принимайте сторону обидчика. Также не давайте им слишком философских ответов. Хорошо, их только что уволили. В этом можно найти что-то положительное. Не надо этого говорить. Просто послушайте, что он скажет. Не стоит быть слишком умным. Не надо начинать такое «Знаешь, как Сократ как-то сказал». Конечно, круто, что там сказал мертвый философ. Но в этот момент ваш друг не хочет этого знать. Ему просто нужен человек, который бы мог его понять и разделить его положение. Следующий способ разрушить беседу, когда кто-то вам открывается, это провести психоанализ. Да, вы написали книгу по философии, знаете там Фрейда и парочку других умных парней. Вы пытаетесь проанализировать человека, говоря «Что ж, возможно, этот человек сделал это или сделал то». Некоторым это может быть и понравится, но лично я, повторюсь, вы не пытаетесь услышать их. Вы просто пытаетесь показаться умным, вставить пару копеек. А по факту вы можете быть абсолютно неверными и заблуждаться, потому что услышали только одну точку зрения. А что насчет раздачи советов? Скажу так, я мастер давать советы. У меня есть сотни видео, я раздаю советы каждый день. А по-хорошему, мне бы засунуть их в задницу. Когда я говорю со своими друзьями, когда я общаюсь со своей женой, потому что опять иногда людям просто необходимо с кем-то поговорить. Кто-то, кому они могли бы разгрузить то, что у них накопилось. Им не нужен умный всезнайка типа доктора, который эмоционально отстранен и просто говорит, что они могли бы сделать. Это самое худшее. Кто-то вам рассказывает о какой-то ошибке, а вы начинаете говорить, будто они могут перенестись во времени. Это то, как бы я сделал. Не давайте людям советов, пока они сами их не попросят. Какое видео смотреть дальше? Руководство для интровертов по светской беседе, которое отлично идет в комбинации с этим видео. Потому что в нем я покрываю то, что мог бы рассказать сейчас. Так что, если вам понравилось сегодня, то вам точно понравится вот это видео.